В 2008 году правосудие в США столкнулось с непредвиденными трудностями в стремлении наказать женщину за убийство маленького ребенка. Вес убийцы составляет полтонны и она прикована к постели. Майеру Лизбет Рассалес обвиняли в убийстве своего двухлетнего племянника, она не отрицала вину и сама все рассказала. В 2008 году присяжные вынесли ей вердикт, признав женщину виновной в умышленном убийстве Элисео Гонсалеса младшего. Решение присяжных основано на выводах судебно-медицинской экспертизы, согласно которым ребенок умер в результате насильственных действий. В частности, у погибшего были диагностированы две черепно-мозговые травмы. Обвинение также предъявлено и матери погибшего, Джейми Рассалес, поскольку женщина оставила своего ребенка под присмотром сестры, что привело к его избиению и смерти. Для Джейми был установлен залог в размере 100 тысяч долларов, а для Майры власти настаивали на 150 тысячном залоге. Но адвокат Майры Серхио Вальдес все же докопался до истины. Дело в том, что врачи дали заключение, что Майра недееспособна и встать и избивать мальчика она бы не смогла. С этими заключениями адвокат выпытал правду у Майры и девушка призналась, что избивала мальчика не она, а ее сестра. И чтобы защитить от тюрьмы сестру, она взяла вину на себя, чтобы остальные племянники не лишились матери. Когда правда открылась, Джейми Рассалес попыталась скрыться, но полиция все же нашла ее. Майру оправдали, а сестра понесла наказание за убийство, она получила 15 лет лишения свободы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова